Уволить нынешних чиновников, руководителей силовых структур Одесской области требуют в оппозиционном блоке, поскольку правоохранители не смогли обеспечить безопасность форума «Женщины за мир». Напомню, вчера радикалы совершили нападение на нардепа Наталью Королевскую и других участниц этого съезда. Сопредседатель партии Юрий Бойко считает, что эта атака подтверждает сворачивание демократии в нашей стране, поэтому оппозиционеры обращаются к руководству Европейского Союза с просьбой, цитирую, вынести обсуждение проблемы демократии и соблюдение прав оппозиции в качестве отдельного вопроса на предстоящем саммите Украины-ЕС, а председательством ООН и Евросоюза в Киеве обеспечить мониторинг демократических процессов в нашей стране. В свою очередь участницы движения «Женщины за мир» уже обратились в полицию с заявлением найти и наказать виновных. Все подробности этого инцидента в нашем материале. Сорвать съезд женщин Юга Украины в Одессе пытались несколько раз, и акцию возле гостиницы устроили, и даже о минировании здания заявили. Именно когда полицейские всех попросили выйти на улицу, и произошло нападение на нардепа и участников форума. Правоохранителей по странному стечению обстоятельств рядом не оказалось. Возле входа в гостиницу было несколько мужчин. Один в футболке автомайдана, остальные в камуфляже. Один из них и облил людей зеленкой. Молодчики сразу попытались уйти. Один из так называемых активистов замешкался и попал под раздачу. Вот женщины решили сами расправиться. Пострадали несколько делегатов съезда, но больше всех досталось нардепу Наталье Королевской. На протяжении всего времени прохождения съезда происходили провокации. Для меня было, конечно, неожиданностью, когда подлая, трусливая провокация. Когда женщинам в лицо льют зеленку. Я считаю, что такие методы не общественной, не политической борьбы, они, конечно, недопустимы. Нардеп обратилась в больницу. Пациентка отримала химический опеку роговки конъюнктивы середнего ступня левого ока. Внаследование попадания в очи диамонтовой зелени. Таким образом, этот стан потребует ликования. Скажется на снижение зору левого ока. А участницы платформы «Женщины за мир» в Одессе сегодня пришли в полицию. Мы пришли подать заявление в милицию, полицию о том, что произошло вчера. Мы будем требовать наказания, расследования того, что вчера происходило, и в обязательном порядке, чтобы это было пресечено и наказано. Сегодня беспредел гуляет по стране. В оппозиционном блоке требуют не только открыть уголовное производство, но и в кратчайшие сроки установить виновных и публично отчитаться о расследовании. С таким заявлением выступил сопредседатель партии Юрий Бойко. Также, по его мнению, цитирую, «агрессия против мирных общественных организаций, свидетельство давления партии войны и радикалов на гражданское общество». Конец цитаты. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер.